всем привет добрый вечер или доброе утро hey everyone from LA yes I'm gonna be speaking mostly Russian again я сейчас буду да разговариваю объясняю американцам что буду разговаривать больше на английском языке сегодня и так опять же сделали такой неожиданный последний момент решения дело в том что мы начинаем сегодня новую группу шайпап и анализ в прямом эфире ну что опять же просмотрела анкеты уже участниц и я думаю для вас это будет очень полезно потому что это всегда первый шаг когда я работаю с онлайн клиентами персональными или в группах я всегда говорю что нужно мне знать полную картинку то есть это и питание это тренировки привет привет сейчас немножко буквально через пять минут мы начнем я хоть немножко объяснить вот поэтому опять же как я сказала это начинает работа новой стартует новая группа шейпап это 7 недель тренинга это ограниченное количество людей мама звонит сейчас надо и написать извиняюсь и хочу рассказать опять же нет эфир только начался и сейчас опять через буквально через пять минут мы подключимся это будет запись для группы но опять же я хотела бы сделать чтобы вы много часто у меня спрашиваете как работа в группах происходит или как вы меня иногда спрашиваете саш ну вот я там вот столько там приседаю столько кушаю я не могу похудеть ребята опять же я не вижу даже если я зайду на вашу страничку посмотрю какие там ваши фотографии я не могу понять как вы сейчас это выглядите или вы когда-то так выглядели теперь чтобы дать какие-то рекомендации по питанию тренировкам опять же я должна видеть всю картину я должна видеть как вы выглядите как вы питаетесь как вы тренируетесь и опять же сделать определенный анализ если что сделать какие-то советы рекомендации а поэтому для этого существует вайбер консультация где могу это все увидеть вот поэтому иногда я не могу ответить на эти вопросы саш там как мне похудеть или так далее папа смит привет только что увидят и присоединился вот поэтому сейчас прямо эфире мы сделаем вот такой анализ участниц новой группы и опять же нужно как я сказал я просмотрела уже их анкеты и очень много вот именно однотипных ошибок которые допускаются и девчонки там или могу похудеть завтра будет прямой эфир в это же время будет урок у группы железные леди эта группа для набора мышечной массы поэтому тоже будет очень интересная сделают это опять же прямой эфир открытый урок анализ работы девчонок они уже прошли 3 на 4 недели и на этом моменте мы будем делать уже какие-то корректировки питания тренировок опять же в зависимости от того какой у них будет отчет отчета я тоже смогу вам так сказать прочитать и проанализировать ну что опять же однотипные ошибки допускаются не только в целью при похудении но и также при наборе мышечной массы и в большинстве случаев даже ошибки которые не думают что это ошибка девочки делать которые хотят набрать мышечную массу поэтому в этой группе девчонки на с этой целью работают им было дана и питание и тренировки тренировки каждую неделю новые вот и опять же как я сказала завтра в это же время мы сделаем эфир именно по группе по набору мышечной массы сегодня сегодня сейчас я сделаю эта группа называется shape up опять же это да основная цель похудения но опять же как я говорила что есть понятие когда похудение и вот для меня похудение это все же сохранить мышечную массу они просто тупо доходить до худеться 55 килограмм а там уже не все равно и чего эти 55 килограмм состоят поэтому я хочу чтобы все-таки оставалась мышечная масса сжигала жировая вот и в этом режиме у меня мои девчонки работают группа поэтому сейчас компьютер немножко надо поправить вот сейчас я присоединяюсь и опять же мы начнем имена и возраст буду говорить фамилии не буду называть ольга ольга я уже присоединилась прямом эфире и заранее просто объяснила и также сказала что на завтра будет группа анализ группы железной леди вот так что мы уже готовы прямом эфире в инстаграм ждут ты меня сюда подключать и вы тоже послушайте как мы обычно начинаем работу в группах это первый их урок и опять же услышите немножко вступления всем привет 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 группа новая это сей пап девчонки все большое что присоединились я рада с вами увидеться via онлайн итак какой у нас сегодня будет урок опять же потому что мы сейчас находимся также в прямом эфире на моей страничке в инстаграм в первую очередь я делаю анализ ваших анкет и это будет в прямом эфире на инстаграм это я уверена будет полезно очень многим потому что опять же очень многие делают одни и те же ошибки и потом с инстаграм мы прощаемся а дальше мы уже работаем я объясняю ваш план питания план тренировок объясняя по работе в группе и уже дальше мы с вами общаемся а пока для вас вот такой маленький превью как бы работы в группе чтобы увидели и опять же услышите анализ анкет итак первая участница таня 31 год вес 50 и 4 хочет 49 мой комфорт очень хорошо что она именно это написала 49 мой комфорт я иногда говорю что да есть такое понятие вес когда это именно комфортно потому что да можно если ты 68 килограмм дохудеться до 55 килограмм я всегда спрашиваю ну что такую цель и ставит хорошо откуда у тебя эта цифра взялась 55 килограмм и когда-либо ты была 55 килограмм именно нужна вот когда мне было 17 лет и там был в школе или думаю что тебе уже не 17 ты уже не в школе ты уже женщина который тебе уже за 35 и да можно стать 55 килограмм но ты должна понимать если ты станешь 55 килограмм и то что ты будешь делать чтобы стать 55 килограмм в этом возрасте тебе нужно будет это поддерживать и очень часто в этом то и проблема что да да худеться можно а вот поддержать уже становится тяжелее поэтому очень часто и срывается и так дальше хочу мышцы хочу изменить пропорции это вот я делал анкетки те которые обычно получают мои клиенты и так опять же в первую очередь смотрим на питание и иногда я также смотрю или девушки которые присоединились проходили мои тренинг что я даже могу не читать проходила или нет я могу узнать по режиму питания по режиму тренировок или она была со мной или она работала уже в моей группе или персонально сейчас посмотрев вижу и по питанию и по ее ответу что нет не проходила опять же смотрим по питанию и так завтрак овсянка варю на воде 25 грамм маловато яйцо две штуки жарю без масла девочки опять же если ваша цель похудения тем более если это похудение то даже по калорийной смотрите два яйца это 160 калорий четыре яичных белка или даже 5 яичных белков это 98 калорий и 68 и до 68 это 4 яичных белка и плюс 1 там 98 понимаете какая разница 160 калорий и 86 калорий но есть же разница поэтому вы сами выбирайте поэтому если цель твоя похудения то здесь яйца нужно заменить на яичные белки дальше хлебцы цельнозерновые даже если уже приняв во внимание ладно можно этой пропустить потому что и по возрасту принципе можно по ее строению вы не видите фотографии я их вижу я бы даже ладно пропустила это мимо ушей так сказать дальше идет брынза молоко с кофе опять же могу сказать что человек не работал со мной потому что если вы уже знаете кофе с молоком я очень против этого брынза опять же а может даже можно было пропустить потому что опять же для ее веса 50 килограмм это небольшая проблема как я сказал да и принципе против молочных продуктов но в ее случае я могла бы даже оставить но если ее цель опять же такой маленький вес я и гарантирую что если она просто даже уберет это кофе с молоком и эту брынзу даже оставив яйца даже оставив хлебцы цельнозерновые она сбросит этот килограмм который она хочет сбросить потому что опять же на поставки напоминаю у нее вес 50 килограмм она хочет 49 я вам гарантирую что просто заменив убрав молочные продукты этот килограмм за неделю у нее просто слетит вот и все дальше перекус у нее яблоко хлебцы и орех принципе нормально дальше обед гречка 30 грамм но это понимает что-то в сыром виде грудка вареная 140 120 бы надо бы все на многовато опять же ребят понимаете что даже лишние белки полезные белки тоже могут откладываться в жирочки потому что вот просто подумайте там иногда когда я смотрю у тебя получится не добор на завтрак 2 яичных 2 яйца это недостаточно белка еще и чистого белка а в обед у тебя уже немножко перебор потому что в 120 грамм куриной грудки это уже 35 грамм белка а ты 140 а ты 140 кушаешь и при том для твоей комплекции для твоего веса это многовато вот поэтому здесь немножко урезать белки дальше масло льняное опять же если ставишь цель похудения то жиры отсюда убрать оставить только белки углеводы комплексные а можно оставить также овощи льняное масло убрать если набор мощной массы здесь можно еще с жирами остаться дальше перекус творог протеин ok дальше ужин рыба толстого запекая или тушу на на воде ok овощи 200 грамм капуста огурцы помидоры но здесь у тебя опять же ты убрала и комплексные углеводы и жиры вот эти жиры которые у тебя на обед и в перенести на ужин и тогда с этим я буду согласна и протеин вечером у меня иногда творог посыпаю или выпекаю дома эти игры вот просто ты уберешь творог и свое молоко и брынзу тебя этот килограмм просто за неделю слетит но дальше опять же если ты мне ставишь саша хочу качество тела сделать тогда я могу сказать тогда нужно все-таки поработать и над питанием и свои цельнозерновые хлебцы может убрать а заменить их на овсяночку на рисовые хлебцы или гречку или рис вот поэтому что ее будет опять же как дальше работает эта работа у нас группе а прось после анализа работы девочки у девочек есть возможно участниц есть возможность выбрать какой план питания или на набор мышечной массы могу сказать даже не набор мышечного для тонуса или на похудение то есть татьяне я могу посоветовать чтобы она состояла план питания для тонуса будет больше я могу сказать даже больше комплексных углеводов но не на много но они будут четко правильно распределены и немножко пораспределять правильно свои белки прием белка вот а так принципе да татьяна составляешь план питания у них есть формула питания по которым они создают свой план питания и виды продуктов которые они могут взаимозаменять искать в этом плане питания поэтому тани домашнее задание не получает и потом я его анализирую и если что делаю корректировки а таня составляет свой план питания на тонус и работаем потому что по ее строению тену у него очень красивая фигурка ее просто нужно сделать качественной вот и все даже тот там вес что она поставила минус килограмм она хочет аферы это просто убрать даже молочные продукты у нее этот килограмм просто слетит дальше олеся возраст не написан вес 122 она проходила июльский марафон было 128 она сейчас 120 122 хочет 120 в паундах ребят но это практически половина там два и два на два и два нужно вот опять же да я помню я помню его фигурку опять же то что я всегда говорю вот она написала тренировки сейчас только групповые табата аэробикс окей кардио степперы иногда 30 минут питание вот я всегда распишите питание питание 5 раз тоже было на марафоне в июле поймаете да я может и знаю какое я питание рекомендуемое в группе но опять же мне нечего тогда анализировать ты меня просишь чтобы я тебя помогла своим питанием потому что все равно если ты уже обращаешься значит ты хочешь мои пользы в моей помощи опять же я не могу проанализировать и помочь и потому что и мне нужна четкость если опять же могут сама интересная пишут я хочу добиться формы я хочу быть форме и так далее а четкости нет вас должен быть если вы хотите добиться реальных результатов должен должно быть понятие режима четкости и так далее 120 куриной грудки в готовом виде я всегда взвешиваю свое мясо и рыбу в готовом виде вот поэтому олеся то что мы могу тебе сказать нужно во первых я написал это заметку на не сначала один наверное еще не увидела мне нужно четко твое питание расписать могу тебе сказать что сделать его по формуле тонус и потом будем опять же смотреть хорошо и опять же вот они у нее одна эта проблема я уже посмотрел как я сказала другие анкеты участниц к сожалению очень часто это случается когда вы знаете есть клиенты вот считаю что ну все я подписался с клиентом начал меня уже автоматически должны должны быть результаты ребята то что тот факт что ты там купил программу онлайн или ты персонального клиента тренера себя нанял это еще не все не не все значит что у тебя будут стопроцентные результаты ты все равно должен работать понимаете это раз во вторых очень часто так и случается пока вот это есть поддержка в группе в независимой ли в группе работаете ли вы с тренером работаете есть это моральная психологическая поддержка что тебя кто-то анализирует что тебе к это есть ответственность нужно сделать и тренировки я опять же я много раз говорила я ни одну подготовку не делала сама мало того могу сказать что я один эксперимент сделала я хотела подготовиться думаю ладно я уже все знаю и так далее ребят не получается даже у меня как тренера уже 10-летним стажем я все равно нужен мне тренер и вы опять же посмотрите даже самые известные топов есть коуч есть еще тренер и так далее почему вы не задумывались потому что опять же очень часто на определенном моменте на своем пути у тебя бывают кеме что все или мотивация пропадает или не хватает вот этого лишнего пинка под зад или не хватает вот этого контроля четкости и так далее для меня мне там мне нужно вот это ответственность чувство ответственности что я должна в конце недели отправить отчет моему тренеру и это мне иногда заставляет делать мои тренировки исследовать питание когда не очень хочется вот поэтому прочитав некоторые анкеты девчонок опять же ну они пишут там вот пока в группе была отличный результат добилась результата но потом когда решила что я все уже могу сама делать все разрушилась то есть к сожалению так получается потому что или не хватает вот ответственности не хватает поддержки иногда часто просто от даже от окружающих вот поэтому да к сожалению не все могут сами по себе без поддержки без работы в группе или с тренером продолжить свой путь так сказать свои цели поэтому я и стараюсь помочь скольким могу поэтому и в группы делаю персональные тренинги делаю то есть рада всем помочь что обращается но опять же иногда нужно все-таки учиться самодисциплине и учиться что не всегда тебя могут там за ручку брать и вести к твоей цели ты должна понимать что если ты этого хочешь что ты должна этого добиваться и так дальше анна 35 лет она вот ну принципе то что я говорила так со мной на не проходила но она проходила написала что другой проект был какой-то и она после проекта все вернулось и опять же я не знаю как какое направо походи проходи проходи проходя может как это был жесткая стушка те кто со мной проходила ли тренинги понимать иногда наоборот их заставляют питаться больше потому что всякими вашими безуглеводками голодовками еще хуже делаете вот в большинстве случаев наоборот заставляю моих клиентов кушать вот поэтому она не знаю какой она проходила опять же если посмотреть на питание давайте посмотрим и так цель похудения и опять же она могу сказать что вот у нее на данный момент 88 и 7 цель 52 аня ты можешь стать 52 но я тебе этого не советую то есть ты должна немножко все таки поставить реалии реалистические цели то есть для твоей комплекции вот хотя бы поставь себе цель 65 68 и не это не значит что ты никогда не станешь 52 я была 55 для моей комплекции и поверь мне это было самое несчастливое для меня ощущение в теле и я не хочу до возвращаться у меня это вот первый год когда сделала первую трансформацию и когда всегда застревала на 63 это самый маленький мой был вес опять же без четкого питания тренинг это просто эти тупые там салатные диеты гречневые кишки кефирные по три часа этой степы аэробики и вот самое минимальное которое могла взять 63 килограмма все и там я застревала но опять же 63 килограмма это были ну извините меня такой жирочек везде висящий и никакого мышечного тонуса вот поэтому когда я стала 55 даже кажется и меньше было 119 паунда вот она посмотрит даже мне так кажется даже меньше чем 55 килограмм это было но это была просушенная мышечная масса когда первый год выступала на соревнованиях и поверьте мне я не хочу до возвращаться во первых потому что если ты уже сделает этот вес то ты должна его поддерживать а поддерживать с тем минимумом еды и теми тренировками которые тогда я выполняю я не хочу то есть поэтому я могу тебя посоветовать сюда все же немножко пересмотреть свою цель и не загонять себя в этот вес который к сожалению ты не сможешь поддерживать или вы по крайней мере будет очень трудно его поддерживать и чтобы не было потом вот этих сильных откатов которые еще хуже набирается вес и опять же до питания если прочитаю ребят вы сами поймете что это проблема на завтрак дальше печенька и чай дальше гарнир каша макароны салаты и мясной котлетка сосиска куриная ножка или грудка чай печенька на обед перекус бутерброд или печенье с кофе ужин мясо или курица с хлебом печеньки иногда энергетик или чипсы ужин салат или мясо анечка я понимаю что трудно иногда себя сдерживать но все-таки немножко нужно должно быть понятия не знаю какой там курс тренинга ты проходила до этого но надеюсь тебя учили что это не план питания для похудения то есть эти продукты которые ты кушаешь ты спасибо за откровенность ну что очень часто когда пишут я же вижу картинку фотографии и план питания который мне описывает и появится совершенное несоответствие если там человек пишет я там питаюсь пять раз в день чисто куриной грудки там без углеводов и я вижу ну извините меня лишний вес я говорю давай дорогая на чисто на на частях рассказываю что ты реально кушаешь или как ты часто срываешься вот поэтому то что она написала правдиво то что у нее в этом плане питания я за это и благодарна потому что опять же это первый шаг вы знаете как вот анонимные алкоголики у них первый шаг знаете какой это признать что ты алкоголик признать свою проблему признать то что тебе нужна помощь То есть то, что она написала это питание, то, что она пришла в нашу группу, это уже вот этот первый шаг, который она сделала. Ты молодец, я тебя за это хвалю, но давай все-таки брать себя в руки, мы будем работать над этим. То есть составляешь свой план питания на похудение, и если что, я его откорректирую из тех продуктов, естественно, которые у вас есть. Хорошо? Так что, Анечка, давай вперед, все может получиться. Дальше, Алина, 34 года, вес на данный момент 64 килограмма, хочет 56. Итак, если посмотреть по... так, проходили другие тренинги. Да, год назад, перед Новым годом, проходила, не дозанималась, был перес, но было время заниматься, как положено, спортом и готовкой. Вот, проходила несколько, всегда были результаты, но со временем, когда не было четкого питания, частых тренировок, внешние по килограмм становятся хуже, чем до проектов. Вот то, что как раз я и говорила. Ребят, вы должны понимать, все-таки, как я говорю, фитнес-стиль жизни, это не на 3 недели, там, на 7 недель, на месяц. То есть ты должна понимать, что это твоя должна быть жизнь. Я поэтому, когда я работаю с своими онлайн-клиентами, я в группах, или персонально особенно, я сразу предупреждаю, что это не идеальное время. Я тебе буду, вот, ну, ты сейчас себя выбрала, там, вот эти, там, 12 недель, все, идеально, я буду, там, худеть и так далее. И там, если что-то случилось, или заболела, или какая-то, там, переезд, или еще что-то, вот сейчас пример отлично, я ей очень горжусь. Девочка на 4-ой неделе нашего тренинга узнала, что беременная. И она не остановилась, мы продолжаем с ней работать онлайн. Мало того, что я ей горжусь, и, кроме того, она делает это все правильно. Мы пересмотрели ее план питания, пересмотрели план тренировок, и она продолжает. Но что я хочу вам показать, что не будет идеального времени у вас для того, чтобы привести себя в порядок. Чем раньше вы поймете, что это должен быть вашим стилем жизни, и да, не всегда у вас будет получаться пойти в тренажерный зал. Для этого все у нас есть тренировки и с бутылками, и с капстрюльками и так далее. Да, у вас не всегда будет получаться сделать идеальный план питания с идеальными куриными грудками и так далее. Но для этого есть очень много вот этих рецептов, которые я показываю, что можно всегда выкрутиться и в дороге, я всегда путешествую и показываю, как эти куриные грудки я варю с кипятильником и так далее. То есть, и вот я и своим примером хочу вам показать, что можно всего добиться, можно это все сделать, если просто принять, что это не на раз я сделаю, а потом все будет идеально. Нет, это постоянная в вашей жизни, вот это будет борьба, что нужно находить возможности, варианты, как с этим справляться. И все. То, что на Инстаграм, ребят, пропадает звук, я не могу, это Инстаграм глючит и, скорее всего, он скоро и отключится нафиг. В записи я сохраняю, постараюсь сохранить этот прямой эфир, он будет в записи, в записи, звук всегда остается нормальным. И на Ютуб-канале я потом эти выставляю, если что, можете потом просмотреть. Но, опять же, это не проблема у меня ни с телефоном, ни с интернетом, мы тоже 200 раз об этом говорили, это проблема с Инстаграм. Вот, поэтому дальше, Алина, что могу тебе по питанию, смотри, сказать. На завтрак 3,5 стола ложки овсянки, 1 куриное яйцо. То, что я говорила, опять же, куриное яйцо, недостаточно белка, и по калорийности это больше, даже чем 4-ичные белка, это 68 калорий, 1 яйцо 80 калорий. Давайте все-таки выбирать, даже если по калорийности. Дальше, начинка для овсяного блина, надо понять, что это овсяное блин у нее было, потом туда еще авокадо и 30 грамм сыра жирности. Опять же, смотри, Алина, если тебе твоя цель похудения, я бы все-таки молочку убирала бы, и видно у нее по строению тела, у нее очень красивая талия выраженная, у нее верх очень маленький, миниатюрный, а все лишнее откладывается на бедрах, на ножках, и вот это проблема. Поэтому, особенно с молочкой, с такой структурой тела, нужно быть очень аккуратной. Вот, поэтому, в первую очередь, тебе убирать твой сыр, и дальше, опять же, немножко питание нужно все-таки подкорректировать. Дальше у нее курага, чай с кофе. Ребят, опять же, никакой кураги, никаких сухофруктов, хотите фрукты, кушайте фрукты, потому что, опять же, что такое сухофрукт? Это фрукты, которые засушены еще, кроме того, добавляются туда сахар. Фруктоза плюс сахароза. Ну, извини меня, это прямиком, еще щейком или кофе, прямиком тебе целлюлитик. Так что, тоже нет, сюда оно не подходит. И дальше, опять перекус, один банан. Тоже не перекус. Опять же, вы должны помнить, да, если даже банан, пусть оно будет полезное, но это всегда, старайтесь хотя бы эти простые углеводы все-таки комбинировать или с белками, или с жирами, чтобы немножко замедлить поступление этого продукта в вашу кровь. Потому что, опять же, быстрые углеводы, поэтому их называют быстрые углеводы. Они быстро поступают в кровь, поднимают ваш сахар в крови. Если сахар в крови поднялся, опять же, или вы начнете его сжигать, эту калорийность, эту энергию, или, опять же, это пойдет в отложение жиров. Поэтому, очень аккуратно, если уже кушаете углеводы, все-таки их нужно комбинировать. Дальше, обед, кусочек черного хлеба, отварная гречка, куриная грудка, куриная голень без кожи, опять же, нет, если твоя цель похудения, никакой голени, растительное масло, еще авокадо, еще семена льна. Обед очень большой, это не для похудения, тем более, и гречка, тут и черный хлеб, хлеб, естественно, убираем. И вместо куриной голени, куриную грудку ставим. Дальше, у нее творог, обеджи, сошка АПТН, или БЦА, тоже, опять же, как я сказала, Алина, все-таки жирочек, если хочешь убрать с ножек и с попы, молочные продукты не твои друзья, убирать. Дальше, ужин хек, свежие тушеные овощи, зелень. Вот сюда бы тебе с обеда хотя бы половину тех жиров, которые ты туда себе поставила, все-таки на ужин перенести. Дальше, по тренировкам, опять же, у вас будут новые тренировки каждую неделю, то, что есть грыжа, низкое давление, с этим можно справиться, уважение. Дальше, Марфа, 39 лет, вес сейчас 63,5, хочет 58. Итак, давайте посмотрим, если смотреть, она уже написала, что я посмотрела, у нее был большой вес, потом она похудела с другими тренингами, со мной она не проходила. Вот она хочет все-таки остановить, чтобы не было отката, и в принципе, хорошо. Опять же, но в первую очередь, она хотела понимать, что если она перестает правильно питаться и тренироваться, у нее начинается набор вес, как и у всех. Это не просто индивидуально. Итак, давайте, опять же, в первую очередь, смотреть на питание, потому что пишут, что все равно есть срывы. Если срывы есть, чего-то не хватает в питании. Итак, питание в стакан воды, дальше омлет из 2-3 яиц со спаржевой фасолью на воде, кофе иногда с эфиркой или творог с фит-джемом. Опять же, что здесь не хватает? Во-первых, 2-3 яйца заменяем на яичные белки. Дальше, если уже человек пишет, что у нее есть срывы, это значит, я тебе гарантирую, ты срываешься из-за того, что у тебя не хватает комплексных углеводов. И самое безопасное время, когда есть кушать, это в первой половине дня. Чего ты не делаешь? И чего ты делаешь, заедаешь своей зефиркой. А вот сюда бы тебе нужно добавить или тоже яблоко с овсянкой, или с рисом, или с гречкой. То есть, простые углеводы, комплексные углеводы и не зефирку. Вот, и тогда еще можно это сделать как завтрак, хороший завтрак. Дальше, у нее обед, отварная курица или говядина с зеленью, бородинский хлеб, сыр. Опять же, если твоя цель похудения, никакого хлеба, никакого сыра на этом этапе не должно быть. Дальше, копченая скумбрия с бородинским хлебом, желе с творогом или БЦА. Опять же, ну, ребят, ну, еще и копченая скумбрия, если сама по себе скумбрия, это очень жирная рыба. То еще туда хлебушек, тем более, никакого похудения, это не перекус на похудение, окей? То есть, естественно, это все нужно убирать. Дальше опять творог с сахарозаменителем, протомобатончик и так далее. Ужин это ненормальный, то есть, должен быть хороший, комплексный ужин, это или рыбка, или мясо с овощами, или салатиком, и с полезными жирами. То есть, здесь опять же, тебе нужно работать, работать на питании. И опять же, тебе еще раз, вот мои слова подтверждения, то, что у человека просто не хватает полезных, комплексных углеводов, и поэтому у нее срывы. Ну, на ночь банан вообще-то да, если на похудение, какой же на ночь банан? А, фрукты после обеда, еще этап печали. Да, пожалуйста, ешьте фрукты, можете после обеда, если это опять же, в первой половине дня. Но ужин, конечно, уже бананчик на ужин нет. Потому что, если, тем более, если цель похудения. Окей, так что, что могу сказать? Давай, Марфа, составляй свой план питания на похудение. И я уверена, что если ты нормально свой организм будешь питать с хорошим количеством углеводов, срывов не будет. Хорошо? Дальше, Маргарита, 48 лет, вес на данный момент 62, грамотные 55. Вот отчего они стали грамотные, опять же, не обижайся, Маргарита, но тем более в 48 лет ты можешь стать 55 килограмм. Я могу тебе сделать 55 килограмм, но это будет нездоровый вес, тем более для твоего возраста, для твоей комплекции. Потому что, опять же, я посмотрела твои фото. И пишет, что качество тела мышцы. Опять же, не будет качества тела еще и с мышцами 55 килограмм. Хорошо? Вот, поэтому, что могу сказать? Опять же, пересмотреть твою цель не 55 килограмм, а можешь сделать даже 60 килограмм, но хорошего качественного тела. Потому что, опять же, смотря по твоим фотографиям, на данный момент тут еще работать, работать и работать. Хорошо, опять же, смотрим на питание в первую очередь. Овсянка 45 грамм в сухом виде, окей, с этим я совершенно согласна. Готовлю ее один день, просто кашу заливаю горячей водой, отлично. Дальше добавляю малину или овсяна, блин, отлично, но не одно яйцо, как она пишет, 50 грамм молока. Молоко, опять же, не твой друг. Потому что, тем более, опять же, если смотреть на твои фотографии, ножки и попа очень много здесь. Все-таки целлюлитика еще есть. Молочко убираем. То есть, и не одно яйцо, а четыречных белка. И вот, в принципе, то, что можно сделать свой блин, а дальше еще брынзу добавляет, тоже не надо, так же убираем. Хорошо. Дальше, обед. Всегда грудка индейки или цыпленка, отлично, 120 грамм, молодец. Мясо отбиваю, добавляю белок, специи, чеснок, окей, даже с этим согласна. Дальше, гречка или бурый рис, 70 грамм, если в сухом виде это многовато, если в готовом виде, то 100 грамм делаем. Ем или ем рыбу, сейчас семга. Но семга, она, в принципе, калорийная рыбка. То есть, даже на похудении можно, там, один-два раза в неделю, но не более. Окей? То есть, верни белую рыбку или мясо, но не чаще, чем один-два раза красную рыбу. Хорошо? Дальше. Помидоры, кабачки, овощи. Дальше, следующий перекус, опять же, ну, опять же, все равно я рекомендую, чтобы перекусы даже были более комплексные. То есть, сюда или добавить тот же фрукт, или орешки, то есть, что-то его скомбинировать. Дальше, перекус, три белка готовлю с микроволки, без масла, помидорка, огурчик. Окей, еще, ладно. И ужин, то же самое, что на обед, только без крупы. В принципе, можно. Окей? Но тогда на ужин вместо, если углеводы, то ставишь туда полезные жиры. Или авокадо, или оливковая масса, то есть, салате, что-то добавляешь. Окей? Так. Так что могу, что тебе сказать, порекомендовать. То есть, план питания составляешь на похудение и работаем. Окей? Опять же, ребят, вот я вам зачитала, опять же, несколько, вот я с вами сейчас прямо в эфире прощаюсь. Потому что уже глючит по полной программе, кто позже, кто. А я дальше работаю с девчонками онлайн, потому что дальше будет больше индивидуально. А у вас есть еще время, в принципе, записаться в нашу новую группу.